всем огромнейший привет из магнитогорска и добро пожаловать доброе утро с водки с подоконника свет набирается на здесь вот тоже скоро цвести будет здесь и вот так вот лоб дроз прям здесь еще цветет доцветет хочу пересадить побольше в горшочек а этот горшок может под другие цели какие пойдет и этот тоже поменяю за меню пересажу и сюда поставила зимиокулькас там подоконнике где он стоял на другом у дочки там какие-то темные пятна появились не знаю того что ему там было холодно или жарко ну что то как то так чем пока тут наблюдаю две новые бульбы вылазит на маленькая большая так что туда цветает пока ночью красота на улице конечно солнечно классно и дома в общем в общем то вот вчера поливала да цветочки вчера швак стоит здесь прищипнула и уже вот эти новенькие растут надо прищипывать раз-два прищипнуть потом даст два листочка прищипать тогда она будет красиво заветвиться здесь пока тишина еще пойдем посмотрим что на других подоконниках не солнечно тут все растет тут тоже все растет а это вот деток которых я на отрывала поставляла ну посмотрим что с этим делать но пока торчат тут горшки в окно что у нас тут светим растем пара факуленты так светил светил на живу намного темнее чем на камере конечно же то что вот это стоит поговорим попозже то я купила новые горшки для того чтобы там поддерживалась как бы влажность вчера купила мне показала поговорим попозже про это еще рабочие дни все на работе сегодня пятница но мы практически никуда не выходим бываем редко где-то 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 вот поэтому вот как бы вот так у нас тут на другом подоконнике эти я пересажу они уже укоренились подросли для них тоже горшочки купила а вот поэтому как то в общем так цветем цветем в крапушку такую тут детка корней не дает сидит себе спокойно так а вот здесь как бы вам показать вот здесь вот это я намазала цветогениновой пастой вот так подросло и с этой стороны не видно темно пока еще вот чуть-чуть и вот вот и вот в общем растет все как то так листья желтеет солнце здесь такое яркое и желтеет и шма цветет надо бы что-то пересаживаться от орхидея делать потому что у нее она уже такая старенькая давно у меня этот орхидея видите так наклонку растет и листья у нее прям что только с ней уже не было не знаю ну вот как то так обход сделали можно и завтра девочки мальчики поступил вопрос что за цветогениновая паста которой я обработала чтобы у меня на орхидея начала расти вот там или деткой или будет цветение так я вот тут достала значит корзинку свое сейчас найду найду вот 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 нашла смотрите называется называется детка цитокениновая паста для размножения орхидей и фиалок пробуждает спящие почки стимулирует рост новых побегов из почки и формирование детки стимуляция образования цветоноса из почки стимуляция цветения значит вот еще вот здесь для размножения растений вегетативным способом стимуляция цветения орхидеи фиалки суккуленты способствует пробуждение спящих почек росту развития цитацию нового растения вот благодаря вам еще прочитала что это также для суккулентов подходит спасибо за заданный вопрос может быть кому-то это будет полезно ну что вот в этой вот упаковке это у меня лежит скрепка вот здесь находится сама вот эта цитокениновая паста соответственно открываете ее тут ну вот так вот она жидкая как жидкая не открыть крутится чем-то вот такая вот желтенькая паста я пробовала до этого процарапывать вот скрепкой почему тут скрепка лежит но недостаточно ствол все-таки у самой орхидеи такой толстый и недостаточно скрепкой а в этот раз я взяла ножик и кончиком ножа аккуратно процарапала почку такие вот есть почки да вот они значительно меньше размером чем здесь конечно на картинке показано процарапала почку так ножичком хорошенечко и прям так жирненько помазала вот этой вот все-таки не новой пастой это у меня первый такой эксперимент и вы уже видите что из этого получается почки пробудились давайте еще раз на них посмотрите видите я вот здесь вот процарапала почка пробудилась вот царапала еще ниже видно вам нет вот видите ничего не пробудилась почка пробудилась и из нее начала расти будем с вами наблюдать что это у нас с вами будет или цветение или детка конечно же мы это делаем когда у нас здоровые корни и сильное растение и но я от жадности конечно процарапала еще вот здесь но здесь видите пробуждение произошло в двух почках и получается что пробудились две почки вот от самой посты если вам видно такой вот есть видите как жирность нет она не жирная она как как будто лаком стала покрытая вот это вот место в общем наблюдаем наблюдаем потому что у меня это орхидея вот этой вот фирмы тоже была куплена но уже год назад эти палочки отсвели это была такая сиреневая нет светлая орхидея рябая прям такие фиолетовые полосы полосы эти палочки не засохли я их не трогала не отрезала но они стоят себе и стоят ничего нового не образуется и просто они как вот на вот этой вот орхидея но это орхидея не пересажены поэтому я ее не трогаю вот точно такой же фирма и вот орхидея но они простояли у меня уже даже дома с прошлого но вот практически год я также повестник приобретала и руки зачесались и я вот решила на эксперимент и вот у нас так с вами в общем-то из эксперимент происходит наблюдаем наблюдаем что будет дальше так что во всех отделов где продается все для сада для огорода просто спрашивайте все-таки не новая паста не обязательно прям такая упаковка любая другая упаковка и вы сможете в общем-то ей воспользоваться если вам это необходимо так что я думаю что это будет полезно для других в такой вот корзинке храню всякие разные вот эти вот хим всякие средства вот в общем-то будут вопросы по другим любым вопросам пишите спрашивайте буду показывать что еще для чего пришли все-таки в магазин на улице народу в принципе очень мало купили на яйцо потом разрыхлитель вот тесто взяла оладышки хочу спечь так рис кругленький для плова вот такую вот упаковку яблок еще яблоки взяли колбаску и взяли бананы в общем все остальное собственно говоря здесь так что вот сейчас все это буду убирать мыть разбирать мы с вами делали йогурт в домашних условиях смотрите какой получился Настя тут дегустирует вкусный как сметана с творогом да вот классно вообще вот такой вот ну вот такой вот клёвый на сметану похож на сметану похож ну ты чё ну такой вот классный хотя нас не очень любит молочное но прикольный получился правда же реально сметана ну в общем так делали мы вот такой вот йогурт с помощью вот таких вот заквасок бак здрав там есть и кефир и ряженка и йогурт сметана и творог можно сделать и молоко и в общем то там инструкция и вы делаете здесь пять стиков по три грамма в общем то вот такую вот закваску делается потом в холодильнике охлаждается и получается здесь конечно видите как ну понятно отделяется как-то не знаю это ну вот я лишнее слила буду делать оладушки хотела думала что мне ничего не получилось думала буду с этим делать но так как это получилось я достала молоко тут еще есть снежок даже но очень из чего-то из этого буду сейчас делать оладушки в этот день провели вместе со мной я вас обнимаю очень крепко целую говорю вам всем пока пока берегите друг друга будьте здоровы